Давайте меняться. Меняться, как мы уже не раз это делали, хорошими книгами. Сегодня речь пойдет о сказках, или их еще называют сказами, Бориса Шергина. Борис Шергин был не только удивительным писателем, он был удивительным человеком. Он весь был из какого-то сказочного мира, с бородой, говорящий на каком-то не совсем таком языке, как мы. И, конечно, он не говорил в обычной жизни языком своих сказок. Мы этот язык хорошо знаем по, скажем, таким сказкам, как «Мистер Пронька» или «Волшебное кольцо». Но все равно он был как будто из какого-то другого мира. Лучше, чем я, об этом скажет другой человек, который не только лично знал Шергина, но и сам был замечательным писателем. Мы, кстати, о нем уже с вами говорили. Это Юрий Коваль. Вот что пишет Коваль о Шергине. Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин. Белобородый, в синим стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково говорил гостю. «Где вы работаете?» «Как живете?» «В каких краях побывали?» До того хорошо было у него в доме. Так внимательно и сердечно слушал он чужие рассказы, что многие забывали, зачем пришли. А ведь пришли послушать самого хозяина. Когда же начинал рассказывать хозяин, слушатели боялись уронить слово, потому что Борис Викторович Шергин был великий артист. Он рассказывал и смешные истории, и печальные повести, а иногда, когда уж очень просили, пел русские былины. За раскрытым окном под солнечным ветром шумели липы, пролетали автомобили, лязгали и громыхали трамваи. И странно было слышать протяжную мелодию и слова про Илью Муромца, пришедший из давних времен. А ехал Илья путями дальними. Высоко на стене над головой певца висел деревянный парусный корабль. Этот корабль, вернее, модель корабля, построил отец Бориса Викторовича, архангельский помор, корабел, певец и художник. И сам Борис Викторович был помор, корабел, певец и художник. И только одним сердечным свойством отличался он от отца, Борис Шергин был замечательный русский писатель. Этот замечательный русский писатель родился на берегу Белого моря. Он был помором. И первый язык, на котором он говорил, ну, конечно, не язык, а говор, это был тот говор, который, наверное, мало изменился со времен Ломоносова, который из тех же краев пришел в Москву. Но если Ломоносов всячески стремился к европейской культуре и создатель русского литературного языка и русской поэзии, один из первых ее зачинателей, то Шергин этот язык сохранил. И он этим языком рассказывал какие-то настоящие поморские легенды, предания, сказания, которые дошли до нас из 17 века, а может даже из большей глубины веков. И в то же время он рассказывал истории, которые происходили в наши дни, потому что в них действовали машины и яропланы, было электричество и многие другие приметы современности. А, скажем, в сказке про мистера Проньку там и Американы действуют, а в Волшебном кольце, если вы помните, царевна просит себя перенести вместе с дворцом в Париж. То есть это было уже какое-то всеевропейское сказание, но увиденное глазами человека, вот живущего там в Архангельской губернии, в Вологодской губернии, где-то на севере России, и говорящего вот этим очень живым, интересным языком. И этот язык становится очень веселым в устах Шергена, когда он говорит именно о электричестве или яропланах. Ну, что такое электричество и яроплан, вы, конечно, понимаете. Что такое киятор, я думаю, вы тоже понимаете. И пришпехт. А вот понимаете ли вы, например, что такое метроба? Не метро, нет, через и, метроба. Не понимаете? Думаю, что вряд ли, потому что я бы тоже не понял, что это, если бы не прочел, в каком контексте это слово употребляется. А эта метроба живет в грезной яме вместе с ипузорией. То есть вы понимаете, что метроба – это микроба, это болезнь, которая проникает в человека, и человек заболевает. То ли это настоящий микроб, который надо в микроскоп разглядеть, то ли это вообще болезнь, непонятно. Ну, вот так вот она преобразилась в глазах этого северного рассказчика. Ну, теперь пора перейти к самим сказкам Бориса Шергена. И тут я нахожусь в некоторой растерянности. Потому что есть замечательные записи, сделанные нашими выдающимися актерами. Вы их хорошо знаете по мультфильмам, таким как, уже я назвал «Мистер Пронька» и «Волшебное кольцо», или, скажем, «Сказка про Мартынку», где сказку Шергена читает в качестве рассказчика Леонид Куравлев. И мне начинать читать вам эти тексты, когда у нас на слуху потрясающе. Это вообще, конечно, шедевр в этой области. То, как Евгений Павлович Леонов читает эти сказки. И поэтому я в некоторой робости нахожусь. Потому что невольно вы будете сравнивать мое чтение с чтением этих выдающихся артистов. Но я подумал, что все-таки надо решиться. Я вам прочту небольшой кусочек из сказки «Данила и Нинила». Дело происходит в неком королевстве. Королева не могла родить, и ей колдунья посоветовала съесть ухи из волшебной щуки. Она эту уху поела и родила королевича. Но, кроме нее, эту уху поела и кухарка, которая готовила уху. И она родила двух сыновей. Причем, если королевич был хилый, вялый, болезненный, да и, прямо скажем, глупый, то сыновья кухарки были здоровые, крепкие, веселые, боевые, трудолюбивые. И вот однажды, что произошло между королем и его никчемным сыном. Хоть сморчок, да королю сын. Куда поедет? На мягких подушках развалится. А Данила, красавец, да на облучке сидит. Вот однажды Федькин отчишка, а Федька это королевич, а отчишка это его отец-король. Федькин отчишка прилетел с рынку, тычет наследника тросью. Вставай, дармоедина, на счастье свое просыпаю. Соседка наша, Нинила, богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихите идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, так сказывают. А добычи-то военной, да брата, пароходами притянула. Девять неверных губерин под свою руку привела. Небось не спала. Я, папенька, воевать боюсь. Где тебя воевать, обсечек короткий? Тебе чужое царство за женой надо взять. Ох, не мои бы годы. Нинилка-то красавица и молода, а сама себя хранит, как стеклянную посуду. А работница, бою-то, сжать падет, так двенадцать суслонов наупряк. А сенокосу-то у ей пашня-то. Страм будет, ежели не Нилину отчину соседнюю. Саму ближнюю чужие люди захватят. Папенька, мне бы экой богатыркой обжениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали смотрю. Ты-то любишь. Да сам-то не пора-то, кус лакомый. Ей по сказкам-то, матерого да умного надо. Вспытания какие-то назначат, физическую силу испытывают. Однако поезжай, я Данилку возьму. А Данилка это как раз вот сын кухарки. Да ведь засмеют, ты ему да пупа. Адиоты, кто ж будет равнять мужика с королями? Вот дурак-дурак, а понимает. Все же к Федькиным новым сапогам надбавили каблуки вершка на четыре, а у Данила каблуки отрубили. Далее Федьки под сертук наложили ватны плечи и сверху золотые опалеты. Также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Нинилином городе. Чайку на пристани попили и к девяти часам пошли на прием к королеве. Дворец понравился. Большой, двоепередный, ну то есть два фасада. Крашеный, с подбоями, с выходами. Думали, впереди всех явятся, а в приемную уж не менее десятка женихов и сватовий. Королек спрашивает секретаря. Королева принимают? Сейчас коров подоят и прием откроется. А публика на Данила уставилась. Это какой державый богатырь? Федьке завидно командует напарня. Марш в сене! А министры Федьку оприметили, докладывают Нинилы. А сударына? Суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Их на держава с нашей двор возле двор. Теперь нам только руку протянуть да взять. Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишка сменю. Погодя, и она вышла в приемную залу, поклонилась. Простите, гости любящие, задержалась. Скота обрежала, да печь затопляла. Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка, как волга, бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит, да к половице гнется, по шкапам посуда, говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит. Вот так жених, табачно шишка, липунок, и говорит. Твоя рабочая сила, начать, спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят многое. Бежи, сруби вон лишнюю елку, чтобы окна не загораживало. Федька затасковал. Ель выше колоколин, охвата в три. Однако нашелся. Стоит ли костюм потратить за пустяка? Это и мой кучер осилит. У Данилы топор поет, щепа летит. Нинила в окно взглянула, замерла. Откуль экой бава королевич? Где экого архандела взели? Королек смарщился. Я сказал, что мой кучер. Зашумела, ель повалилась. Нинила пилу со стены сдернула. Побежу, погреюсь, распилю чурку другу. Одночасно Данила, Данинила печатную сажень поставили. Хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Дальше там происходят разные события. Этот Федька противный всякие козни строит. И в результате он делает инвалидом этого Данилу. А у него же есть брат, такой же могучий и красивый. Король и брата тоже ослепляет. Ну, потом все, конечно, как в сказке положено, хорошо кончается. Причем, что забавно, что выздоравливают эти покалеченные Федькой и королем братья с помощью минеральной воды. То есть, у короля там то ли кисловодск, то ли карловы вары. Что-то в этом роде. Вот такие сказки. Ну, а теперь я вам прочту целую сказку. Уже не кусочками, а целую. Это сказка из цикла про Шиша Московского. Почему я ее взял? Потому что она написана более привычным нам языком. Там тоже, конечно, есть всякие обороты, так скажем, несовременные. Но все-таки она написана чуть более понятным, по крайней мере, для детей, языком. Я хочу обратить ваше внимание на то, что не случайно то, что я говорил о более близком и понятном нам с вами языке, потому что это же не просто Шиш, а Шиш Московский. И поэтому понятно, что дело происходит не совсем на Белом море, а немножечко ближе, хотя, может быть, и не в самой Москве. И, соответственно, меняется тут же язык рассказчика. Мы говорили, что Шеркин чрезвычайно чувствителен к языку. И это один из примеров этого. Кто такой Шиш? Шиш – это молодой человек, ну, совсем мальчик, очень веселый, очень задорный, мастер всяких шуток, обманов, веселых, иногда довольно жестоких по отношению к другим. Но это, как правило, бывает тогда, когда другие сами довольно противные персонажи. Он жил вместе с отцом и братьями. И вот, что однажды с ним произошло, об этом рассказывает сказка «Доход не живет без хлопот». Вот отец пристарил. Братья волю взяли, дом на себя, исход на себя отобрали. Отцу говорят, при твоем худом здоровье первое дело свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а днем гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь. А Шишу дали коровку, ростом с кошку удоя с ложку. Вот тебе, братец наделок и вообще люби нас, ходи мимо. Отец сидит на крыльце и не смеет в избу войти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку. Тятенька, давай заодно жить. Есть пополам и нет пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку. Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровенку продавать. Шиш лесом идет, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнула. На ночь мокнуть неохота. Шиш и сунулся в боковую тропиночку. Где бы, где бы лисину ель погуще найти? Он в лесу не боится. Сотню шагов скупил, в ельнике дом стоит, еле доколотился. Старуха открыла. О, куда ты, парень, попал? Уваливай, пока жив. Бабенька, пусти, где коровке хоть перестоять грозу. Дитятка, уходи, разбоем хозяева-то живут. А к воротам еще двое бегут. Шиш сразу узнал два богатея из соседнего села. Кричат, эй, бабка, где тут дождь переждать? Что будешь делать? Старуха и спрятала всех в подполье. Только уж, чтоб ни кашлянуть, ни дохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами. Под полом Шиш их спрашивает, будто не знает. Вы чьи? Куда? Те не смотрят на него. Со всяким сбродом не разговариваем. Тут над головами затопали, заходили, разбойники приехали. Там у них питье, пошло еда, напились шумный, песню запели. Не шуми, мать и дубравушка. Это, кстати говоря, разбойничья песня. Тут Шиша как шилом подняло. Ах, люблю, даже до слез, запою и я с ними. Купца его в охапку с ума тебя скинула, собаку. Заткни глотку, убьют. Ох, не осудите меня, я певец природный, запою. Молодой человек, не сгубите, возьмите деньгами, по десятке дадим. А уж по сотне не дадите, подавись сиротским. Ну, это два сироты, конечно. Подавись сиротским. На! Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит. Не успели купцы кесеты завязать, наверху плясовую грянули барыню. Ух, барыня, не могу, комар ступил на ногу. Шиш к купцам, рабы божьи, теперь не вытерплю. Я на то родился, чтоб плясать. Ух, ходи, 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 хата, ходи, курица, хохлата. Купцы у него на ногах повисли. Возьми, что хочешь, пожалей не нас, сироток наших. Благодетель, не погуби. Так уж, чтоб вам не обидно, еще по сотне с человека. Вот у Шиша 400 рублей, да все золотыми. А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники. О, согрешили грешники, бесы в доме завелись. Не будет боли удачи. Старуха слышит, на ней каждый тряпок трясется. Я хозяева бесов-то выживать туда человека запустила. Какой человек? Шиш это услышал. Он всех смелее и лезет из подполья. Разбойники к нему. Ну что, благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил? Шиш и смекнул. Пятерых выжил. Двое остались больших. Те там подпольем ушли. Этих надо из боя выпускать. Молодец, выводи напасть. Отблагодарим тебя. Не стоит благодарности. Давайте, кудели до огонька. А кудели это шерсти, клочки. Сами зайдите за печь, чтобы как полетят вас не задело. Сам Шиш опустился под пол. Ну, купцы, я с вас взял по два ста, а разбойники вас найдут и душу вынут. А за ваши деньги я вас отблагодарю. Вот Шиш обоих купцов куделей замотал по одежде. Как я вас подожгу, вы летите избой, да на улицу. Чепнул спичкой. Вспыхнула куделя. Взвелись купцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на улицу. Это они с огнем прям вот так вот бежали. А там после грозы лужа, а не в эту лужу, даже одежда не затлела, да скорее в лес, да домой. А разбойники не скоро в себя пришли. О, молодой человек, и не видали мы на веку такого страха. О, сколь страшно у бесов огнено-то видение. О, погубили мы свои душеньки, уготовили себе вечный огонь. Руку даю, что эти черти боли к вам не прилетят, не досадят. Тебя как благодарить-то? Да вот строиться собрался, держи сотенную, за такую услугу сто рублей плевое дело. А коровку Шиш старухе ихней подарил. Шиш домой пришел, деньги на стол, считать начал, сбился опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят. Шиш, откуда таково богатство? А прихожу на рынок, а у меня коровенку из рук рвут. Пять сот за шкуренку дали. Братья в хлев, от жадности трясутся, коров колют, и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней, да в город с кожами. Стояли, стояли в кожевином ряду. Кто-то подошел, почем шкура? Сто, нет, триста, пятьсот рублей. Покупатель глаза выпучил, да бегом от них. Народ собрался, пальцами кажут, глядите-ка, безумные приехали, за коровью шкуру сотни просят. Вернулись братья домой, да на шиша с кулаками. Обманывать? Да что с вами, что? Да ведь нас весь рынок дураками почтил. Да вы в каком ряду стояли? Как в каком? В кожевином. А я в галантерейном. Братья на другой день в галантерейном стояли. Публика ходит чистая, барыни братьев ругают, городовые их гонят. Один кто-то спросил опять, да почем шкура-то? А вот третьего дня за маленькую шкуренку пятьсот давали, да кушу нас неужели дешевле? Тут их в шею натолкали, до самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки, самошедших ведут, самошедших ведут. Прикатили братья домой, кони в мыли. Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя. Не успел шиш увернуться. Бочка во дворе стояла, шиша в нее заколотили, да с берега в реку и ухнули. Хорошие братья, добрые. Пронесло бочку с версту, да к берегу и прикачало. Шиш и слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиш и заревел. О, ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальники ставят. А с колокольцем-то ехал, становой с бедной деревни, подать и выколачивать. Он с тройки, да под угор. Я знаю читать, и писать, и слово сказать. Я в начальнике годен. Кто здесь? Я в бочке сижу. Становое дно выбил, шиш вылез. Начальники силом ставят, а я в другом уступил. Возьми отступного, я в начальнике гораст. А давай меняться. Вы в бочку залезете, в начальники вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой себе. Согласен. Хлебно ли должность-то? Обзолотиться можно. Заколачивай скорее, живо. Забил днище шиш, да как пнет бочку ту. Ух, она в воду полетела, поплыла. А шиш домой на тройки подкатил. Братья под кровати лезут. У, утопленничек, не ешь нас! Что вы, дикие! Глядите-ка, мне там каких лошадок выдали. Где выдали-то? Куда меня спихнули там? Братья коней глядят, от зависти руки трясутся. Шишанушка! У нас вон бочка порожнее. Ну, порожнее вижу. Мы бы в бочку ту, да в речку ту, не откажись, тоже хоть по конику бы. Да что ж, можно. Неужели для братьев единоутробных пожалею? О, сколь тяжело было бочку ту катить, а те там сидят, торопят. Кати круче, всех хороших-то упустим. Опять с горы, как дунет их шиш. Поехали братаны вниз по матушке, по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в нижнем у ярмарки. Лавку там себе поставили в домашнюю сторону и смотреть перестали. А шиш с отцом зажил. Он до отца хороший, стал ласковый. Отец его залюбил. Ну вот, я думаю, что эта сказка вам понравилась. Так же, как понравится, а может даже больше, другие сказки Бориса Шергина. Желаю вам читать хорошие книжки, в том числе сказки. И до новых встреч. Спасибо за внимание.